Друзья, всем привет! Погода нас сегодня, к сожалению, не радует, но радовать сегодня вас будем мы. А именно я в своем супермодном костюме анимешницы и наш обалденный яркий автомобиль, который мы позаимствовали у магазина Сникер Бар, чтобы осуществить доставочку клиенту и одновременно все вам про эту машину рассказать. Должно быть сегодня очень-очень ярко, круто и интересно. Поехали! Мы с вами находимся в автомобиле Баюн Киви Мини Иви. Друзья, это, конечно, нечто. Он сам, кстати, включает поворотники. Вот сейчас, правда, в конце поворота, вот сейчас я это заметила, мы уже это открыли для себя, пока везли эту машину на парковку. Очень интересная функция для машины, в которой на самом деле функции-то минимум, то есть только самое необходимое. Когда мы едем, мы слышим внутри такой определенный звук, такое звуковое сопровождение электромобиля. Оно присуще практически всем электромобилям. Но что еще хочется сказать? Конечно, в этом авто довольно мало шумоизоляции, поэтому здесь действительно слышны звуки снаружи. Особенно интересен здесь звук разгона. Вот мы сейчас разогнались до 62 км в час, но по звуку мы будто просто улетаем в космос. Круто! Вы знаете, у меня такое ощущение, что я веду не автомобиль, а какой-то трицикл. Вот если есть слово трицикл, оно сюда идеально подойдет. Хоть здесь четыре колеса, но впечатление абсолютно потрясающее. Здесь, вот честно, у меня такое ощущение, что этот автомобиль каждую минуту борется за каждый набранный километр. Просто каждый километр в час, там 68-69 вот сейчас, этот авто просто выжимает из себя. Максимальная скорость здесь 120 км в час. Разгон до 100 км в час, знаете, как говорят, есть. Но на самом деле он здесь где-то 10,5 секунд, и по факту это же нормальные значения. Они присущи практически всем автомобилям. Просто мы уже с вами настолько разбалованы электромобилями, что нам кажется, что это, наверное, как-то медленно. Ничего подобного. На самом деле практически все машины разгоняются в этом диапазоне. Ребят, ну посмотрите, как же круто! Вот я еду на самом деле в каком-то таком вот кубике. Впереди у меня реально классного качества экран. По ощущениям, ну просто, честно говоря, потрясающе. У меня эта машина, она меня очень веселит и очень развлекает. Она действительно поднимает мне настроение. За вот эту опцию не купишь ни за какие деньги. Вот это вот ощущение от вождения. Друзья, вот кто был в Азии, согласитесь, эта машина напоминает одно очень популярное местное транспортное средство. А именно тук-тук. Здесь, конечно, не три колеса, здесь четыре колеса, здесь есть крыша, здесь есть стекла. Но прослеживается некоторая схожесть. С другой стороны, ничего удивительного. Этот малыш чистокровный китаец. Несмотря на ее очень милый, смешной и абсолютно уникальный внешний вид, это полноценный автомобиль с запасом хода, внимание, 305 километров, что довольно много. Поэтому, друзья, если вы студент, если вы работаете в службе доставки, если вы совершаете проездки исключительно по городу, 100% стоит присмотреться вот к этому малышу. Да, этот авто 100% не для быстрой езды. Его максимальная скорость 120 километров в час. Но, с другой стороны, согласитесь, человека, который хочет разогнаться на нем до 200, надо еще поискать. Если вам показалось, что эту машину очень просто взять, поднять и унести, то это не совсем так, потому что ее вес составляет 1050 килограмм. Ее габариты также довольно внушительны. В длину этот автомобиль 1,8 метра, в ширину и высоту 1,6 метра. Практически вот такой вот кубик. А клиренс, кстати, тоже довольно хороший, 13 сантиметров. Диаметр колес у нас почти дотянулся до диаметра колес мотоцикла. 155, 70, R13. Оптика имеется, светодиодная. Порт для зарядки имеется. А вот это, друзья, это у нас капот. Да, под капотом, конечно, не густо, но с другой стороны, что нам нужно, когда мы ездим на такой бомбической машине? Вот, например, можно залить омывайку и вперед. Друзья, как вы уже могли догадаться, автомобиль у нас, мягко говоря, небольшой, поэтому если мы хотим воспользоваться багажником, нам придется выбирать. Либо мы хотим положить туда, вот как в нашем случае, рюкзачок, либо расположить задних пассажиров. Но тогда вопрос, какие пассажиры туда поместятся? Это мы проверим чуть позже. Друзья, ну что, вот мы и внутри. Что я хочу сказать? Да, пластик, да, кожзам, но зато какая здесь крутая атмосфера. Здесь все настолько необычное, все хочется потрогать, посмотреть, пощупать. Сейчас начнем изучать. Сразу бросается в глаза полное отсутствие какого-либо центрального дисплея или центральной консоли. Единственный дисплей, который здесь есть, совмещен вот с приборной панелью, со спидометром. И, кстати, хочу отметить, что он 10 дюймов и довольно-таки высокого качества. Но с другой стороны, ведь, согласитесь, это очень удобно. Здесь все максимально просто. Так мы регулируем обдув. Сразу видим его вот на нашем дисплее. Так, давайте выключим, чтобы не шумело. Так мы регулируем температуру в салоне. Что еще нужно? Обогрев заднего стекла, переднего стекла, кондиционер, обдув и так далее. Ну и небольшая заглушечка, можем себе позволить что-то добавить. Чуть ниже у нас два USB-порта и вот такой карт-холдер. У китайцев нет паспортов, они используют карточки, поэтому у них вот такой карт-холдер еще ниже. Небольшая ниша для хранения всего, чего вашей душе угодно. Согласитесь, мотоцикл или мопед, или с чем-то мы эту машину сравниваем, таким похвастаться совершенно никак не может. Когда я вам говорила, что в этом авто все максимально просто, я в буквальном смысле не врала, потому что бардачка здесь не предусмотрена. Зато здесь есть два таких многофункциональных крючка. Дефлектор есть. Ну а что, тоже очень хорошо. Хочешь на себя, хочешь на пассажира. Сплошной комфорт. Слева от руля у нас целый кладезь кнопок. Здесь у нас и ручник, и автохолд, и заглушечка для полета фантазии. Еще даже есть блок кнопок чуть ниже. Тут вот вам, пожалуйста, и настройка зеркал, и настройка света, и открытие капота. Просто песня. Руль у нас на ощупь не самый приятный, пластиковый, но с другой стороны от этой машины мы многого и не ждем. Кнопки на руле сенсорные, что как-то немного выбивается из общей концепции физических кнопок. Ну и ладно, пусть будут сенсорные. Кстати, очень хороший отклик на приборной панели. Здесь регулировка физическая, здесь звук, здесь просто программируемая кнопка. Дисплей слэш приборная панель работает очень качественно. Каждое мое нажатие, отклик мгновенный. На двери логотип Баюн, чтобы мы не забыли, в каком автомобиле мы чудесно находимся. И дальше все стандартно. Центральный замок, открытие-закрытие окон, и вот такая интересная ручка, чтобы нашу дверь, кстати, довольно массивную, закрывать. Все, что мы видим, представляет собой как бы монолитную конструкцию. Что я имею в виду? Руль здесь не имеет абсолютно никаких регулировок. Регулировать мы можем только водительское сидение. Подвинуться ближе, подвинуться дальше. Это могло бы быть неудобно, но на удивление, нет. Здесь действительно довольно комфортно сидеть, несмотря на то, что руль находится в статичном положении. А самое удобное, это то, что колено ни во что не упирается, из-за того, что здесь нет никакой центральной консоль. Поэтому, какого бы вы ни были роста, здесь будет довольно-таки комфортно. Из минусов. На водительском сидении здесь вот нет абсолютно никакой боковой поддержки. Но, с другой стороны, на этой машине, скорее всего, раздавать боком никто не собирается. Я уж точно, потому что, по моим ощущениям, конечно, она для этого абсолютно не создана. Поднимаем глаза вверх. Что мы видим? Стиль минимализм преследует сегодня нас. Но, с другой стороны, зеркало водительское имеется. У пассажира оно тоже имеется. Аварийка. Свет. Настройка света при открытии дверей. Что еще нужно для счастья? Все необходимое есть. Что мы еще, кстати, заметили? Здесь отсутствует ручка. А у пассажира ручка страха есть. Наверное, это что-то значит. Ну что, совершаем попытку штурма заднего ряда. Посмотрим, какие у нас ощущения там. Не создаст ли плаустрофобии. Так. Сейчас попробую себя закрыть. Ну-ка. Ну, вы знаете, вот сейчас сидение отодвинуто максимально вперед. Сейчас, конечно, более-менее. Ну, мне с моим метр семьдесят три. Вроде как будто бы и не совсем плохо. Поэтому, в целом, ехать можно при желании. Конечно, на какие-то небольшие расстояния. Но мой вердикт – да, можно. Что хочется сказать. Здесь очень мягкая, классная подвеска. Учитывая, что здесь, мы проверили, хорошо накачаны колеса. Потрясающее ощущение при проезде лежачих полицейских и каких-то неровностей. Это очень большой плюс для этой машины. Она очень мягкая. По моим ощущениям, здесь довольно честный запас хода в 305 километров. Потому что мы уже катались на ней по городу. Учитывая, что этот автомобиль действительно, именно для городской езды, запас хода действительно честный. 86%. Было 100%, когда мы выезжали. Мы хорошо на ней покатались. Класс. Вот это позитивно. Батарея здесь установлена 31,9 киловатт-часов, что просто рекордно много для автомобилей такого размера, такого веса, такого класса. Именно эта батарея позволяет этому малышу действительно долго кататься по городу и получить вот эти вот 305 километров запаса хода. До 100% на медленной зарядке этот малыш заряжается за 9 часов. Спереди, кстати, очень много места. Для такой маленькой машинки торпеда спереди находится очень далеко. Не рулится, конечно, совершенно. Ну, ладно, зато подвеска мягенькая. И, конечно, все время нужно быть, знаете, как вот на чеку немножечко в этой машине. Острое ощущение. Друзья, ну что, не будем забывать, что сегодня все-таки у нас обзор 2 в 1, и мы уже доехали к клиенту. И сейчас будем передавать ему наш заказик. Здравствуйте. Спасибо большое. Вот знаете, друзья, вот если бы я реально не только сегодня, а вообще пошла работать курьером, я бы хотела работать только вот на этом, потому что каждый день у тебя есть небольшая радость. Вот это чудо стоит всего лишь каких-то 12 с половиной тысяч долларов. Много это или мало, конечно, решайте сами. Конечно, эта машина максимально необычная, и вы все это видите. И вроде бы как в ней есть весь необходимый минимум, весь набор функций, чтобы чувствовать себя хорошо при вождении. Но когда этот автомобиль достигает скорости примерно 70 км в час, меня посещают странные ощущения, а именно какая-то легкая неуверенность. Вот, например, когда мы снимали прошлый обзор на Lexus, у меня было четкое ощущение, что я этому автомобилю доверяю. И действительно ощущается такая надежность и комфорт. Здесь, конечно, немножко этого все-таки не хватает. Но если вы ищите для себя что-то очень яркое, броское и супер необычное, и, конечно, ищите для себя новых ощущений, то вам 100% нужно присмотреться к этому малышу, к этому автомобилю, слэш-трициклу, слэш-тук-туку, как только я его не называла в сегодняшнем обзоре. А если вы хотите приобрести такой автомобиль или любой другой электромобиль из Китая, обращайтесь к нам в Электрохэд, и мы поможем вам подобрать оптимальный вариант. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вас ждет еще много чего интересного. Всем пока!